Структуры Русской Православной Церкви очень редко участвуют в судебных разбирательствах, а уж тем более редко становятся их инициаторами. Но случай, о котором мы расскажем сегодня, можно сказать из ряда вон выходящий. Завтра проходите флюорографию, сдаете кровь на РВ. Если все результаты будут положительными, то есть будете переселены в дом. В православном приюте для бездомных день начинается буднично. В коридоре приема у социального работника уже ждут несколько будущих подопечных. После регистрации их отмоют, переоденут, накормят и отправят сдавать анализы. Через 10 дней карантина человек с улицы обретает здесь свою койку. А значит, пусть и маленькое, но все-таки место жительства. Получают они белье, их здесь обслуживают вопросы о документировании, о медицинской первичной помощи для разной категории граждан. Это оформление пенсий, инвалидностей и так далее. В храме, который сооружен из небольшой комнатки на втором этаже комплекса, те, кто в этой жизни потерял практически все, кроме самой жизни, могут найти утешение в молитве. Также здесь у нас проходят собрания по духовной теме, которые ведет священник наш Дмитрий Поленкевич. И граждане, которые проживают в нашем учреждении, в любое время могут обратиться за духовной поддержкой к нашему священнику. Центр был создан два года назад в Новосибирской епархии с благословения архиепископа Тихона. Очень часто привозят в наш центр людей, которые могут быть где-то обморожены зимой лежать и так далее. Мы не просто ухаживаем за ними, мы строим восстановительные документы и помочь с устройством на работу, чтобы люди могли на хлеб зарабатывать. Пока во мне администрация ЕКЦ нуждается, то я буду пока работать здесь, чтобы мне не мыкаться где-то на улице, не тыкаться. Вячеслав – один из тех, кто, покончив с продяжничеством, начал в центре новую жизнь. Меня приняли здесь, подлечили, восстановился, начал работать. Работал дворником. Месяца через два мою кандидатуру выдвинули как бригадира. Начал уже организовывать людей, возить, общаться с жильцами, со старшим к дому. Для того, чтобы проще взаимодействовать с мирской средой, при приюте создали специальную коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью Центр трудовых ресурсов. Но этот корабль «Церковной надежды» в первые же месяцы своего плавания чуть было не разбился о рифы российской бизнес-действительности. В декабре прошло года по просьбе главы администрации Ленинского района Евгения Александровича Пономарева. Мы вышли работать с управляющей компанией «Союз Плюс». Подписали договор подряда. Было фиксировано оплата труда. Акты подписывались со стороны Клевцова, но оплаты не было. Подопечные церковного приюта больше полугода практически за «Спасибо» от жильцов убирали дворы многоэтажек на Станиславском жилмассиве, в микрорайонах «Телецентр» и «Затон». Все это время в управляющей компании «Союз Плюс» кормили обещаниями скорых платежей. Не раз переговоры вели. Все время говорили, что оплатят, оплатят. Клевцов лично обещал. Ну, потом это просто все прекратилось. Скажите, пожалуйста, почему управляющая компания «Союз» не платит? А зачем? Чего это? Православному центру, например, не платят. Ну, вообще-то мы платим. Вообще-то вы платите? Да. Главный бухгалтер «Союза Плюс» по-своему права. Несколько десятков тысяч рублей УК действительно перевела при церковном центре трудовых ресурсов. Но в последнем говорят, что задолженность превысила уже полмиллиона рублей. Директор компании Евгений Клевцов комментировать ситуацию для нашей программы отказался. Мы хотели бы у вас комментарии получить по этой ситуации, а не жаловаться. Без комментариев. Дела в суде у нас. Все. Но его позиция подробно изложена в письме. Евгений Лукьянович уверен, что православный приют не смог предоставить правильно оформленные акты и справки. А кроме того, на подопечных центра трудовых ресурсов якобы часто жаловались жильцы. А госжилинспекция оштрафовала управляющую компанию за плохую уборку. Впрочем, разругавшись с дворниками, пусть и без определенного места жительства, управляющая организация, видимо, решила, что дворовые территории подведомственных домов можно и вовсе не чистить. Уже 4 месяца мы живем без дворника. Каждый день отправляюсь в магазин или в поликлинику. Я начинаю уборку крыльца. И не только я. Здесь мы уже убрать не смогли, потому что одни старушки вышли. А вот здесь, как вы видите, мы порядок немножко навели прямо возле дома. Сегодня у нас дворников нет с июня месяца. Официально нет дворников ни на одном доме на Станиславском жилмассиве. Объясняют, что у управляющей компании нет денег нанимать дворников. Будут бригадным методом убирать. Но бригадный метод все как-то не может дойти до наших домов. Если компания не рассчитывается с подрядчиками и сама услуг не оказывает, то в какую же черную дыру попадают те деньги, которые жильцы регулярно вносят в счет квартплаты. Директор управляющей компании «Союз Плюс» Евгений Клевцов, кстати, уже становился героем прецедента. Предприниматели переводили в возглавляемый им фонд содействия развитию ЖКХ Ленинского района немаленькие суммы за компенсационные посадки деревьев. Вот только ответить на наш вопрос, где именно шелестят листвой щедро оплаченные саженцы, он так до сих пор и не смог. Которые выросли, которые не выросли, но я хочу сказать одно. Деревья я садил. У меня это все фиксировалось на бумажном носителе. У меня документов нет, фонд два года не работает. Разобраться, сколько же должна управляющая компания «Союз Плюс» Центру трудовых ресурсов при православном приюте для бездонных, и должна ли вообще, теперь предстоит арбитражному суду. Ведь можно же просто поговорить и не доводить до судебных слушаний. Мы долго не хотели подавать, потому что надеялись, что людям выплатят эту зарплату. Ну и в итоге нас довели.